добрый день дорогие друзья нет нет вы не ошиблись вам не почудилось это действительно бани вуры рубрика best replace мы вернулись надеюсь что надолго из-за некоторого инактива куда нас повергла поверг творческий кризис но вот сейчас снова мы вместе в день . вас карант бани вуры надеюсь что вы этому рады но сегодня мы представим вам поединок совершенно для меня не непредсказуемый и совершенно мне удивительно играют андет который выбрал асу хуман против и акт ндфл фогги ну все по всему своим никнеймом фогги в те времена заполнял справки 2 ндфл а играть на карте тире нас но это не самое удивительное самое удивительное что они играют на нгл one и если честно я думал что фогги игрок совсем не олдскульный он игрок новой плеяды а тут какое-то древнее мезозойское соревнование онлайн по варкрафту эпоха нгл one миновала на как мне казалось еще задолго до того как фогги начал свою киберспортивную карьеру а нет ну наверное тогда это были совсем два неизвестных игрока скажем так известных только в узких кругах ну вот один из них с то андет таковым судя по всему и остался а вот карьера фогги взлетела в вышину что же давайте теперь об игре у нас тире нас хуман против андета здесь очень часто андета но я не могу хуман андет меня очень сильно сбивает хуман против эльфа конечно здесь очень часто эльфы берут первым героем варю для того чтобы быстро прокачать ее до третьего левела вообще калишна с патчем 129 многое поменялось и но поскольку мы очень часто будем смотреть еще долгое время преимущественно дэнки старых патчей то я позволю себе не прогрессировать не эволюционировать и остаться на старых параметрах на старых старой парадигме скажем тогда понимание варкрафта да но здесь все взят архимаг который там внизу в уголке себе спокойненько уже крепит готовится крепить 2 level войска так или в бой же довольно распространенный выбор за эльф в чем сила дарк рейнджер кину во первых с ней очень удобно скелет и помощь второе она закидывает сален вражеских кастерах и заставляет заморчать не только их ну и героев что великолепно контрит например связку рефлокаст и не знаю спалбрейкеры кастеры мордиры и в тупи с взятой второй пандой превосходно смотрится ну плюс ко всему еще вдобавок на 6 левел у нее появляется совершенно имбанутая ульта которая позволяет переманивать абсолютно любого вражеского юнита войска вступили в бой даже строй новый офшор да будет тут наверное тайминговый заход со скелетами от фогги но наверное игроки друг друга знают сейчас фогги видит колоннаду манский усилку всему это будет фаст экспанс что еще можно делать с архимагом впрочем непонятно здесь полуиспа удался но по моему лошадь не зацепил архимаг здесь получит почти второй левел вот как в зависимости конечно зависимости от того насколько быстро входе успеет прибежать но здесь конечно выпадает совершенно балансная штука одеяние мага это значит что ну во первых это значит что архимага меня зовут не кирилл закинул а магомед а во вторых это означает что он был бесконечный элементарь ну а здесь почти бесконечный скелет прибежали армия голодающих по волже прискакала или не знаю каких-то сирийских беженцев с длинными ятаганами ну вот он будет тайминговый заход здесь от фогги пока скелетов много в какой-то момент наступает войска вступили в бой такой такой период когда нужно пойти и разменять скелетов на рабочих соперника вот он этим и занимается сам втихаря выращивает нычку как мы можем это заметить great nighter 2 не сделан что это означает безусловно означает что он вложил свои куда-то а это именно установка экспанда ну экспандов на экспанд отвечает эльф все вроде в порядке эльф наверное самая макро подверженная раса самая лояльная к этому виду игры может ставить бесконечное количество экспандов войска вступили в бой доказано муном уже абсолютно точно фактически в режиме аксиом принимаем эту информацию пытается фогги подхарасить немножечко отвлечь архимага у него помощью нет третьего левела если я не ошибаюсь по моему не должно быть еще потому что там он точку не успел докрепить полностью я могу и ошибаться надо это посмотреть если нет то срочно андеду о а мы тут взяли drain light нас окружает под лесом но мы берем drain да и окружают нас довольно криво поэтому это странное решение от фогги чья потому что а зачем дарке drain я не совсем понимаю ну на данном этапе может быть и полезнее чем сайлент поскольку затыкать особо некого кроме архимага а всех элементарий водных не перезатыкаешь да и ауру невозможно ограничить до солицы может быть он потом переучиться в какой-то момент да но вот сейчас данный момент да может быть задумка такая что хуманд же во первых не знает что у эльфы экспант но задумка фогги не в этом это естественно думаю и планировалось ушастым я имею ввиду сейчас расу эльфа а не самого фогги короче гарри поттер задумал провокацию перекачаться на саленс тогда когда у хумана появится кого затыкать а нычка как раз садас дополнительную голду для того чтобы вложить в книгу забывай ска вступили здесь же пока хан тресы поскольку нету грейда на тир-2 он не выходит в быстрых технологичных юнитов то будет воевать хантами арчами всем наличным тир-1 своим гаремом еще планируют застраивать хумана параллельных перпендикулярно я вообще в шоке от разнообразия задумок фогги на этой карте в конкретно в этом противостоянии да здесь уже вторые элементарии это очевидно архимага это очень старый магомед и так и так что мы понимаем там идет застройка под шумок хуман этого не видит очевидно у него в тир-2 достроился у него там лесоруб бегает с лесом как мы видим проблем никаких сейчас он должен вкладываться ну как бы в тир-2 и кстати очень показательно эта демка относительно того как правильно хуманом нужно располагать разведывательные фермы вот стоит там у андеда ну пускай будет андед допускай с этому хуманского андеда ферма никакой застройки бы не было поэтому еще как бытность наших игр 2 на 2 сева учил например меня правильно ставить эти здания они стоят копейки но при этом дают очень необходимую ценную информацию не только о передвижениях соперника но и таких вот стелсовых невидимых застройках бесшумных я бы сказал да итак у хумана имеется значит прибыток в виде экспанда но ему совершенно некуда сейчас вкладывать деньги поскольку грейд на тир-2 он скорее всего сейчас запустил да он молодец все верно реагирует он должен быстренько построить кузницу два барака а может быть и без кузницы да пусть футменами на дефенсом будем отковыриваться это грамотное решение в таком случае я бы на месте на город на бак андрейке андре 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 я не понимаю что за ребус он вложил в собственно никнейм андре 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 короче молодец начинает соответственно массе футменов с дефенсом окружая дарк рейнджер великолепно дарк рейнджер нарезает перс аналочку но получает очень много демиджа в общем и в целом конечно сторожевых деревьев много и обслуживание не выводил потому что именно полицейских сейчас в первую очередь полицейские попадают удар очень много скелетов здесь просто я рассчитывал выгодно атаку нет не важны конечно кого и обманывают же нычку поставил миша очень много золота на которое в рот работе знаю не знаю что заказывать арчей только остается мы тут все с дефенсом 3 элементаре может быть нужно заказывать наемников в частности троллей и жрецов для того чтобы диспейлить этих элементарий чертовой бабушки а вы конечно же катапульта фоги подъезжают в общем атака очень жестокая войска вступили в бой мы на конечно это ответ безусловно и ответ верный но судя по всему недостаточно недостаточно валидный для того чтобы этот замес да здесь все таки рифы и да ну и плывок и чертного во первых ранджовый во вторых антрасом отлично работают в третьих в третьих ничего все просто войска вступили в бой так я не посмотрел танкер 2 есть у хумана или нет ему конечно нет он на тир один остался моим тир 2 кстати это не смысл запустить на экспанте для чего во первых опять же абсолютно правильная реакция прийти и попробовать речь на его базе во вторых а и застройки поздно нужно было пораньше не хватало муки таска андрейки но неудивительно смотрите какая роща внезапно не санкционированная выросла но по база еще новый год и все деревья украсить шишками шарами войска вступили в бой гирлянда но разгар мая это абсолютно глупо и нецелесообразно но хуман как может отбивается здесь конечно так много этих деревьев что даже дефенс футменов не выдерживает какого крупнокалиброванного обстрела мать ищет он же рассчитан на защиту от стрел тебя бросается булыжниками опа еще и два подрывника неужели заметил ничку да скорее всего заметил молодец и хуман еще умудряется как-то отбиваясь здесь скорее всего он мэйн потеряет я думаю из вариантов нужно думать о том чтобы сравнять ситуацию взорвав экспанс с одной стороны и как-то оставшись база в базу а здесь отбиваться уже бесполезно слишком но с другой стороны сейчас же вся эта роща это же эльфы очень слабая раса это роща сейчас тупо придет на базу куману а он хочет за он не знает по-прежнему об экспании он хочет ему мэйн рвануть не надо вот сейчас эта защита в мин я думаю что уже не стоит чинить этот мэйн потому что всех рабочих потеряешь они вместо добычи золота будут сейчас бегать как идиоты кирками пытаться залатать брешь войска вступили в бой бессмысленно так но здесь она ждет легкое разочарование граничит гранище с оторопелостью смотрят вида потому что вроде мэйн взорвал а база эльфа ну не появляется надпись что база будет раскрыта бла-бла-бла значит хуман здесь должен понять что у эльфа есть еще одно здание главное тут он все потерял естественно и пять трупиков возле танка банка но войска вступили говорят о том что не внял моим увещеванием андрейка андетт андрейка и зачем-то потратил энное количество ресурсов чтобы отчинить уже обреченное здание это неправильно слушайте меня всегда слушайте меня и вы будете лучшими ребятами но тут тир-2 был вот здесь андрейка молодец он меня услышал он возвел грейд на тир-2 у себя на мэне и он сейчас на штампуют маркир маркир и безусловно помогут mountain king главное чтоб не заблудился здесь приветствовать встречает караул альпийский блочек антресой и молодец кузнец достал из широких штаммин дубликатом бесценного груза ой ой не поворачивался молодец это андрейка мне определенно нравится контролит отлично ориентируется в игре здорово жалко или лошадь в гордовские вышки на мэйне лучше бы он их построил здесь и ну а так будем отбиваться есть магазин есть олемы как мы видим болт позволяет через олемов и архимага замочить на гроза боли не понимаю почему фоги нет не скупает джерецов которые помогли бы дисплеер 3-4 и 34 а 3-4 вот как-то так маркинг показывает чудеса витальности умудряется как-то выживать на 23 рубля остались на здоровье 23 рубля в нашей стране даже какой-нибудь на город на фоне войска вступили в бой окей приехала вся эта кавалькада базе хумана маркир там отпыхиваются как могут к сожалению маркирницы хуман поставил неудачно он решил затонковать вот так получилось я его не обвиняю под таким прессингом который устроил фоги вообще очень трудно нет абсолютно времени на то чтобы поразмышлять туда нужно правильно где нужно расположить здание войска вступили в бой очень быстро и андрейка он как мог сориентироваться в ситуации как мог на город напали в целом дело все правильно может быть инфи сделал лучше но черт возьми что мы хотим от андрейки джинин мортиру там в это время уже под шумок павел тройку древе отправили только дарк ренджер и конечно приставучие да вот она капает на нервы смотреть пришла и стрелой забил одну машину и андрейка и застраивает красава фермой дарк рендерку ох прилетает бережа были молодец правильно нанял остается 2 маркира и почему-то у хумана есть деньги на заказ новых он не подзаказывает здесь сагрались его крипы с магазина молодцы они подписываются тоже магазин поэтому и погали пускай нас киранит трекирует и подвергает всяческим репрессиям хума эльфам здесь не место на город напали в общем отбился посмотрите там уже 5 архимаг почти 6 и 3 лемы а 3 лемы ребят это ответ на все вот казалось бы здесь у хумана огромные огромные были трудности да он получил безнадежную ситуацию потерял мэйн на него поле ох застрелил бы по моему застрелил так как раз на лесной тролль второго уровня да 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 это он конечно погорячился нужно было бы испытывать архимагу но и так неплохо получилось отбился чем не убьем это дерево может быть объявлен на город там лесниче где-то рядом решается что штрафы большие наверное здесь может быть объявлен год экологии на этой карте не знаю короче дерево куда еще время пожилого а вот это вот уже бесполезно блин какой же красавчик этот андрейка он мне очень нравится во первых правильно среагирует во вторых все эти пуши с оставшимися катапультами это уже бабушкины истории единственное что войска вступили в боя конечно а у фоби нету приму что могу ой 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 неприятный лайкин шил вообще откуда он оказался на мортире непонятно это произошло но 5 лима смысле 3 лима 5 архимага не сейчас расскажет все и катапультам и вообще всем всем кому угодно как надо жить правильно есть конечно сейчас очень тонкая ситуация да вот так вот за счет болта и и лимов мы конечно же будем надевать за 1 моток антреску ума танкинга появляется возможно можно взять и клэп и здесь хуман обнаруживают еще и экспант он же мэйн эльфийский на котором тир-2 заказан вот это поворот и что делать фоги у него нет сейчас нормальной армии если он конечно там дома что-то построил ему уже нужны безусловно во первых нужны дриады причем в большом количестве испелить коварных эллифов я не знаю вот это не приятно ему давно уже нужны были юниты тир-2 ага дрейн-лайв и 2 дарк рейнджер колюзает паушин и убегает а тут лежат как ну фоги как может пытается разводить у него безусловно все не так плохо у него есть экспант у него войска вступили в двойникам ну хуман то тоже достроился достроился мэйн и скажем так вот архимаг салилами выглядит посильнее чем вся остальная армия фоги я надеюсь что задумывается не выдерживает ударов да 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 вот так все правильно поделись бомбелю ты можешь потерять его лол ой 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 как он улетает на 14 капель с четырьмя катами тут же на перерез бросается архимаг тут выбегает две триады все верно все правильно ну как это дириж бомбель выжил ё-моё там день не хватает мультитаска хуману для того чтобы направить на голду рабочих которые вычинили бывший мэйн нынешний экспант очень интересная игра безусловно и пока непредсказуемая я все еще не знаю кто победит хотя здесь конечно у фоги уже потихонечку появляется армия но нога это такое войска вступили в бой но фоги то есть рассчитывать все-таки заканчивать здесь сейчас потому что нога это вот на на пуш это на быстро что в лейте там нога вообще жить он правильно делать у него практически нет армии никакой до лимон кашка вертолета а он хотел дирижабль застрелить грамотно но к сожалению дирижабль же совсем в другом месте и там по городу на сам себе еще что-то выращивает так здесь у нас мортиры кастеры но с одной мишки до вынуждены здесь таки ресурса на починку фоги не отступает от хумана ни на секунду очень контактная игра не дает фоги хуману вообще передышки никакой ска вступили постоянно развлекает то там то здесь и безусловно но какой-нибудь менее менее искушенных уже давно были например я не такой наш андрейка я здесь почему-то за него топлю просто потому что он действительно парень под прессингом да еще и под прессингом такого как фоги хотя наверное в те времена фоги не был каким-то таким игроком да просто средний заистический хас который любил варкрафт есть к сожалению не выживает на аутенкин до войска вступили в бой пусть кувалда ему будут да ну все таки да он успел на штабовать ряд конечно все это может убиваться мортирами но мортир должно быть много здесь изначально ведь получается уже данный момент неравное экономическое положение и фоги постоянно тратит ресурсы грамотно постоянно их вкладывают а вот это вот он зря конечно снова смех мою хуману а что хуман на гору что хуман так маутенкинг был кажется выкуплен в таверне так правильно произносить мортиры пытаются посражаться встали в бой видим но они атакуют атакуют мэйн эльфа и сейчас они останутся нычка в нычку какой же упор на этот парень таки могу массовый т.п. шестой был левел и он бы развлёк развлёк он бы показал у исху тому эльфу телепорт надо уходить куда-то сделать что же делать надо убить убить убивает красавчик то и лучше вообще что творит а там мне кажется скоро у фоги закончится мэй ну так по ощущениям хотя какое-то время не добывал войска вступили в бой катапульты но очень много фоги фоги буквально сколько 6 6 андрей кин после числом давит но дрейка искусно обороняется как может но кажется ничего не получится не будет сказки чудо в этой демки просто будет хорошая игра с неординарным сюжетом за строчкой от эльфа с дрейн лайфом ударки и с хуманом который бился как-то не смог мне кажется так и будет последняя стрела затылок маунтенкингой приканчивая горного короля архимаг 6 левел получает но и дарка 6 левела ой ну а как с этим вообще как с этим бороться да сейчас просто снесут к сожалению разводить не получится потому что враг уже у ворот и нага погоня за архимагом идет он пытается сбежать у него это получается на дириж-бомбеле переманиваем еще и ну там даже эту сорт переманили и так поиска обманивать все-таки верх одерживает эльф но это была очень плотная игра контактная с постоянными стычками то здесь то там и хуман который ангет который не смог он написал gg и вышел достойная игра и мне кажется что с этой демки наша рубрика начнет таки свое возрождение с вами был бы не вурда кстати я думаю что с этого момента снова можно нас поддерживать не только морально материально будем очень рады зал слава по-прежнему в нашей группе быстрый place работает там по-прежнему самые щедрые наши меценаты ну а в следующем выпуске мы в начале эфира в начале записи обязательно поблагодарим всех кто поддержит к следующему разу все друзья с вами был бы не вур и воскрешенная возрожденная рубрика best replace надеюсь дальше будет веселее патч 129 в разгаре я планирую поставить варкрафт обратно на компьютер потому что у меня он не патчался пришлось нести к чертям собачьим все эти версии варкрафта снести в три арену и все остальное ну я планирую поставить в c3 и пошпилить какое-то время севай может даже молодой 2 0 и то чтобы чтобы вернуть форму да а для того чтобы старее не выпадать из практического и материального поля информационного варкрафтерского чтобы помнить что вчера все друзья всем большое спасибо и до новых встреч в 40 каком-то седьмом получается уже выпуске пока